Девушки отдыхают Ладно, иду Открывай, потом передернешь Я тут торчать не собираюсь Надевай штаны, я захожу Привет Извини, я... Это что у тебя за драндулет? А, это... Джойс сына купила, а я вот чиню Хоть чем-то Порадовать парня А, ты что-то запыхался? Я тут твои инструменты принес Все, что на пожаре уцелело Мало ли, вдруг понадобится А, спасибо Чего? В темноте ты сидишь Как в пещере Слушай Я... Я ведь не хотел до такого доводить Холты меня ограбили И жестко меня подставили Если не верну украденное Считай, я уже не жалец Ну Мотеля больше нет Чем думаешь заняться? Или запрешься и будешь дома сидеть Как наша бабка? Ну, работу найду Другую какую-нибудь Не знаю, может, садовником Да, смена деятельности Это всегда хорошо Я когда-то чуть не устроился Аналитиком ФБР Бумажки перекладывать Вообрази Как будто в прошлой жизни Ты ж глянь Какой грозный тигр Если мой клетус тебя унюхает Как бы не проглотил Короче Обоим нам Паршиво Давай-ка по кофейку Ты сядь, а я сделаю Когда я только пришел в полицию Шериф Уилсон поставил меня Главным по кофейнику Ну, чтоб по утрам Кофе варил и сведел Чтобы не кончался А я тогда такой наивный был Шел в полицию мир спасать Но бороться со злом Не всегда легко и просто Вот несется на тебя сумасшедший А ты не видишь Библия у него в руках Или пушка Вот ты бы что сделала Ага Надо довериться чутью Других вариантов Я всегда говорил Лучше попасть на скамью Подсудимых, чем в могилу Еще лучше спокойно делать Свою работу Чтобы никто над душой не стоял Кстати, мне птичка напела Что ты заходил к нам в участок От окружного прокурора вызвали? Ну, они просто спрашивали Что я помню про мотель Про всю эту ситуацию Ну, с автобусом Короче, интересовались Не поехала ли у меня крыша Они много вопросов задавали И уж И каков был твой Профессиональный диагноз Я сказал, что ты все сделал правильно Я делал то, что должен, Коб Надо было решать И я решил Эти уроды уехали бы в Мексику И увезли заложников Я им хоть как-то помешал И что получил взамен? В благодарность Разряд током в сортире Тогда А теперь они там никак не поделят Кому это расследовать Даже федералов притащили Даже Бекки меня ненавидит Когда холты ко мне вломились Она им помогла Нормально? Я для нее тружусь Корячусь А ей все мало Ты что, куришь с ментолом? Бросить пытаюсь Сам знаешь, как тяжело Если дашь турному делу Пустить в себя корни Потом уже ничем не выдернешь Кстати, все хотел сказать тебе спасибо Что достал сейф по скидке В мотеле вроде такие же в номерах стояли Ну, да О, странное дело После того, как холты ко мне вломились Я нашел дома бумажку с цифрами Как думаешь, откуда они узнали Заводской код для сброса? А может, ты записал ему где-то? А кто-то подсмотрел? Да кто-то уж точно Я даже догадываюсь, кто Я твердо уверен в одном Где бы ни была Шерон Холт Она сейчас не Маргариту пьет На мексиканском побережье Нет Эта баба сейчас совсем рядом Я нутром чую Я уж и забыл, что у вас раньше Прям любовь была Мы с тобой все-таки братья Так что не буду для тебя все усложнять Где она? Давно уехала Она заходила, но... Она денег просила Я понятное дело не дал Надо было сразу к тебе идти Но она сказала, что назовет меня сообщником Если ее поймают Наврет, что ей помогал А ну, смолочь Это ведь ты Ты дал ей кофе Нет, слушай, Данте Я могу... Никуда ты не поедешь Я тебя арестую Ответишь за все, что сделала Мы оба знаем, что ты меня не поэтому хочешь арестовать Но нет Вот это даже не начинай Пол Давай со мной Еще не поздно Это ты мне сель достал Ту же модель, что в мотеле И ты дал ей код для сброса Где мой блокнот? Он у тебя точно! И ты его не получишь Если нет, мне конец Не волнуйся Очень скоро увидишь свой блокнот во всех газетах Уж я позабочусь Только сперва сниму все деньги Эти люди... Ты не представляешь, с кем связалась До тебя еще не дошло Это не мои деньги! Пол Как ты мог так со мной? Да просто она совсем отчаялась Пиар все просадил И деньги, и дом Нет, Пол Она тебя использует Не видишь, что ли? Пол Я понимаю, что она тебя заставила Короче Я даю тебе шанс избежать тюрьмы Дай мне пушку После Вьетнама я поклялся не брать в руки оружие Ты же знаешь Давай только без сраного пацифизма Дай сюда пушку Давай уедем отсюда вместе Ты ведь можешь, я знаю Ты ведь можешь, я знаю Пол Ключи Бежим Быстрей Сам знаю Да, ну слава Богу У вас нет вариантов Лучший мотор Гони Давай, Пол Жми на газ О, Господи Жериф Младшего Холта Видели вьючие с какой-то девушкой Их разыскивает служба маршала Отбой А мы в такой одежде Не сильно выделяемся Ну Что уж нашли Извини А ты не знаешь, где Тодд? Сказал, через час вернемся Тодд не хотел ехать в айдах Но у отца его нутродня И очень-очень много денег Не нравится мне здесь Слишком людно Ты клевер берете? А это что? От головной боли Похоже, экстази Пробовал? Нет А ты? Нет, но папа считает, что я наркоманка со стажем Так что, почему бы и нет? Хорошего вечера И что теперь? Теперь? Ну, ждем Тодд Субтитры сделал DimaTorzok 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 Пойдем. Дин, пожалуйста, нам пора. Что, завидно, да? Бесит, что она была моя? Давай, давай, вали отсюда, циклон. Ты долбанулся? Зачем ты с ним палец драться? Я тебя защищал. А я тебя не просила. И что, ты считаешь, что надо бить всех, на кого ты злишься? Зачем было врать, что это друг брата? Я думала, ты разозлишься, если узнаешь, что я с ним когда-то целовалась. Видишь, не ошиблась. Он бы тебе помог, если бы ты мне доверял. Пока копы не явились, надо ехать, где-то ночь пересидеть. А завтра я ухожу. Субтитры сделал DimaTorzok Пойду устраиваться на ночь. Не ходи за мной. Стой. Не уходи далеко от машины. Субтитры сделал DimaTorzok Ты и правда убежал из дома? Или это тоже вранье? Слушай, я должен тебе кое-что сказать. На самом деле, я не Дин. Меня зовут Джей. Так. И если честно, я не убегал из дома. Семья заставила меня сделать кое-что ужасное. И я помог им ограбить дом шерифа Ромера. И я не знал, чей это дом, пока мы не приехали. Шериф рано вернулся. Мы дали Дёру. И оказались в мотеле на шоссе 66. Так ты из той семьи? О вас в новостях говорили. Я хотел уйти. Я вообще не хотел в этом участвовать. Но копов это мало волнует. Они хотят свалить всё на меня. Вообще-то там люди погибли. Но не из-за меня. Ты... Ты издеваешься? Прости меня. Может, тебе правда лучше вернуться домой? Просто я собрался пересечь границу. А это незаконно. И может быть опасно. Ну вот. Ты тоже считаешь, что меня надо держать дома, как бы чего не вышло? Не в этом дело. Просто боюсь, что тебе будет плохо. Поздно бояться. Завтра утром высадишь меня на заправке. Папа меня прибьёт, конечно, но ничего. Выживу. То есть сначала ты мне врёшь, потом бросаешь меня одну. Знаешь, всё-таки ты очень похож на своих. Я не такой. Никогда таким не был. Тебе виднее. Мне жаль, Ванесса. Правда жаль. Ну да. Угу. И мне. Внимание всех отрядов. Сегодня в дозе 12. 80 бемзов удивили подростка, которого разыскивает СУГЭ. Предположительно вооружён и опасен. Субтитры создавал DimaTorzok Агр dieи. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Зачем ты за мной ходишь? Чего тебе надо? Стой! Стой, я сказала! Я отвалил! Извините, я обозналась. О, милая! Все хорошо! Я с тобой! Все же нормально было! Вообще все! А потом из-за ерунды вспомнилось и теперь из головы не идет! Мы с тобой друг друга стоим. Я пытаюсь все вспомнить, а ты забыть. Не хочу я все забывать. Хочу, чтобы стало все равно. Как это сделать? Чтобы отпустило. Чтобы не видеть на каждом шагу кошмара из прошлого. Надо просто посмотреть страху в лицо. Надо посмотреть ему прямо в глаза и не бояться увидеть. Когда с тобой говорит прошлое, слушай. А когда оно договорит, может, ты станешь свободной. Дорогая Зоя, пишу тебе... Продолжение следует... Продолжение следует...